Высокий, словно дуб старого леса, его стать напоминает гармонию природы. Лицо украшает пропорциональность черт, словно ваяния искусника. Взгляд его, как звезды на ночном небе, полон тайны и глубины. Густые волосы, подобные ливневому дождю, окутывают его голову, создавая волнующий контраст с его необычайно красивыми глазами. Одет в темные, но изысканные одеяния, подчеркивающие его изысканный вкус и стиль. Каждое движение ему грациозно, словно танец при ветре. Голос звучит как мелодия, наполняя пространство вокруг теплом и уверенностью. Улыбка, манифестирующая его внутреннюю светлоту, словно солнце освещает его лицо. Внутренний огонь страсти мерцает в его глазах, придавая ему загадочность и магию. Все в нем излучает привлекательность, будто он сам является частью какой-то невероятной поэзии, где красота сливается с гармонией. Вы правильно поняли, это Карл Густав Тессин. Родился Карл Густав Тессин в 1695 году, умер в 1770 году. Он был выдающимся шведским дипломатом, архитектором и художником. Его заслуги и влияние охватывают весь мир. Тессин служил дипломатом Швеции в различных странах, включая Францию и Стамбул. Он был ключевым игроком во многих международных переговорах своего времени. Его работа в области дипломатии помогла укрепить позиции Швеции в Европе и решить множество международных вопросов. Он также был известен своими талантами в области искусства и архитектуры. Он активно участвовал в архитектурных проектах, таких как строительство городца в Стокгольме и других зданий. Его вклад в развитие архитектуры в Швеции был значительным. Его собственные работы также признаны как важный вклад в шведское искусство. Ха повелись лучше политики 21 века, это Владимир Путин.